Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александрова Екатерина Александровна, начальник административно-хозяйственной части Дома офицеров. Предлагаю вашему вниманию акцию памяти. Матч жизни. 80 лет назад, 31 мая 1942 года, состоялся легендарный футбольный матч жизни в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» на Крестовском острове между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода. В Санкт-Петербурге есть памятник, о котором знают далеко не все. Памятник в память о футболистах блокадного Ленинграда. Легендарный футбольный матч, состоявшийся 80 лет назад, оказал мощное идеологическое и психологическое воздействие на жителей блокадного города. Известные ленинградские футболисты того времени сменили гимнастерки на футболке, чтобы доказать, что Ленинград жив и никогда не сдастся. В августе 1941 года, через два месяца после того, как началась Великая Отечественная, началось мощное наступление фашистских войск на Ленинград. Немецкое командование надеялось в кратчайшие сроки захватить колыбель революции, а потом двинуться на Москву. Но ленинградцы и взрослые, и дети плечом к плечу стали на защиту родного города. Взять Ленинград не получилось, и тогда фашисты решили задушить город в блокаде. В августе немцам удалось перекрыть дорогу Москва-Ленинград, и кольцо блокады по суше замкнулось. В городе находилось 2,5 миллиона человек, из которых около 400 тысяч дети. И даже в тяжелейших условиях голода и бомбежек ленинградцы продолжали работать и сражаться. За время блокады более 640 тысяч человек умерли от голода, и более 17 тысяч погибли от снарядов и бомб. Сегодня сложно сказать, кому первому пришла мысль о футболе. Но 6 мая 1942 года Ленинград с полкомом было принято решение провести футбольный матч на стадионе «Динамо». И 31 мая прошел футбольный матч между командой Ленинградского металлического завода и «Динамо». Этот матч опроверг все доводы фашистской пропаганды. Город не просто жил, он еще и играл в футбол. Набрать для участия в матче 22 человека было непросто. Для участия в матче с передовой отозвали бывших футболистов. Они понимали, что не только порадуют своей игрой жители города, но и всей стране продемонстрируют, что город жив. В состав команды «Динамо» вошли футболисты, которые выступали за этот клуб еще до войны. А вот заводская команда оказалась разнородной. За нее играли те, кто еще был достаточно крепок, чтобы выйти на поле и умел играть в футбол. Выйти на поле смогли далеко не все спортсмены. Многие были настолько истощены, что передвигались с трудом. Первый же мяч, который принял на голову полузащитник «Зенита Мишук», сбил его с ног. Ведь он незадолго до этого выписался из госпиталя после того, как проходил лечение от дистрофии. Играли на резервном поле стадиона «Динамо», поскольку основной были просто распаханы воронками, а взрывы – бомб. Болельщики были ранены из соседнего госпиталя. Матч прошел в два укороченных тайма по 30 минут, а второй тайм футболистам пришлось провести под бомбежкой. Кажется невероятным, что измотанные и истощенные футболисты сумели столько времени продержаться на поле. Сначала футболисты двигались настолько медленно, что действие на поле мало напоминало спортивное соревнование. Если футболист падал, то поднимали его товарища. Самому встать не получалось. В перерывах на газоны садились, потому что знали, что встать не смогут. Конечно, «Динамо» выиграла у металлического завода с крупным счетом – 6-0. С поля все футболисты уходили, обнявшись, не разбирая команд. Те, кто был посильнее, помогали своим истощенным товарищам. Город жил. На следующий день на фронте по всем радио ретрансляторы передавали репортаж с этого матча для бойцов. Нападающий «Динамо» Николай Светлов, сидя в окопе, с удивлением услышал. Смирнов проходит по флангу, навешивает штрафную на Фисенко. Врата от «Динамовцев» Виктор Набутов в блестящем прыжке забирает мяч. Я сначала не поверил. Побежал в землянку к радистам. И они подтвердили. Верно. Передают футбол. Что делалось с бойцами? Это был такой боевой подъем, что если бы в тот момент был дан сигнал вышибить немцев с их траншею, плохо бы им пришлось. Вспоминал после войны Николай Светлов. Что и говорить, этот матч стал настоящим подвигом. О факте проведения этого матча узнали и наши, и немцы, и жители Ленинграда. Последним этот матч действительно поднял дух. Ленинград выстоял и победил. В 1991 году на ленинградском стадионе «Динамо» была установлена памятная доска со словами Здесь, на стадионе «Динамо», в самые тяжелые дни блокады, 31 мая 1942 года, ленинградские «Динамовцы» провели исторический блокадный матч с командой металлического завода и силуэтами футболистов. А в 2012 году в Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо» открыли памятник участникам футбольного матча. Автор памятника – народный художник России Салават Щербаков. В пальцы свои дышу, не обморозить бы. Снова к тебе спешу Ладожским озером Долго до утра в тьму зенитки бьют И в прожекторах юнкерсы ревут Пропастью до дна Раскололся лед Чёрная вода и мотор ревёт вправо Ну, не подведи Ты теперь один Правый Фары сквозь снег горят Светят в открытый рот Ссохшийся Ленинград Корочки хлебной ждёт Вспомни-ка простор шумных площадей Там теперь не то Съелись и зарей Там теперь не смех Не столичный сброд По стене на снег падает народ Голод И то там, то тут В саночках везут Голых Не повернуть руля Что-то мне муторно Близко совсем земля Ну, что ж ты Полуторка Ты глаза закрой Не смотри, браток Из кабины кровь да на колесо Алла Их ещё несёт А вот сердце всё Стало А вот сердце всё С descri 보� "' Секрой Близко